объективной истории существовать не может и я считаю что вот эти я сам учился в 1900 девяносто втором году я школу закончил восемь втором я поступил соответственно когда я учился в школе я учился в советской школе начинал а заканчивал уже в российской и что у нас творилось там с историей это себе трудно представить поэтому можно сказать что в школе общеобразовательные у меня истории практически не было ну потому что вы к ней относились так что непонятно чего сейчас учить и так далее не было у меня историю школе но с возрастом когда человек растет естественно начинает интересоваться и в том числе истории нормальный человек я считаю каждый интересоваться и изучать 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 и вот здесь как раз перед тобой открывается вся широта до того что было на самом деле это же кто как по-разному люди иногда оценивают те или иные события поэтому мне кажется что перегретой очень сильно является тема школьного образования истории почему потому что конечно там есть проблемы там есть проблема в том что вот как вот как бы не насадить бы чересчур много идеологии в том в чем нет идеологии так далее так далее наоборот воспитать хоть какие-то там чувства у человека хоть хоть он хоть немножко имел бы отношение к стране не воспринимал просто весь мир как набор благостных намерений государств но катастрофы не будет если школе ребенок неправильно выучит историю он растет дальше и он когда будет расти дальше он эту ошибку школьников точнее учителей в школе исправит я в этом убежден